Добрый вечер, я Максим Путинцев, а на стенде сегодня Вячеслав Вегнер, депутат Законодательного собрания Свердловской области. Вячеслав, добрый вечер. Добрый вечер. Главная тема – конфликт вокруг сквера у драмтеатра в Екатеринбурге. Сейчас, когда забор убрали и ситуация несколько, как кажется, успокоилась, наверное, можно приступить к анализу и попытаться разобраться, как вообще такое стало возможным, что делать и куда двигаться дальше. Вы, если я не ошибаюсь, говорили, что вы за храм, причем за храм на этом месте, значит ли это, что вы сейчас чувствуете себя не самым лучшим образом, проигравшим, скажем так? Да я не чувствую себя проигравшим. Когда я говорил за храм, я высказывал свое личное какое-то понемождение. Да, внутреннее убеждение, внутреннее понимание, может быть. Вообще, если честно говоря, мне больше нравился, конечно, проект «Храм на воде». Красиво, никого не задевает, но у нас опять появились обнимашки, ну вот ушли. Решили здесь размещать. Конечно, храм на воде украшал бы город 100%. Вот у меня нет в этом никакого сомнения. Но в свое время было принято решение от этого проекта отказаться. Да, поэтому я, честно говоря, не чувствую себя ущемленным, обманутым, проигравшим. Здесь нет проигравших. Здесь, я считаю, что в любом случае город выиграл. Даже в том росте самосознания, которое мы наблюдали, мне офигеть, как это все понравилось. Я даже готов, наверное, пожертвовать собой ради того, что случилось в этом городе. И как люди объединились, появилась какая-то общность, мне показалось, что это что-то новое и в истории города, и в истории страны, те, кто за нами наблюдали. Жаль, что последние вот несколько дней, вы знаете, протест был, он действительно начал угасать, люди остыли, люди начали понимать, что надо договариваться. Изначально из-за чего ведь конфликт и создался. Вот это важный момент, вот я хотел об этом прямо отдельно вас спросить. Все-таки в чем причина случившегося? Насколько я понимаю, этого никто не прогнозировал, что ситуация будет развиваться так стремительно, и конфликт так будет мощно эскалироваться. Знаете, когда говорят, что кто-то там заказал, кто-то организовал, кто-то привел, я в это не верю. Я считаю, что люди, во-первых, сами туда пришли, самоорганизовались. То есть да, сегодня есть такое понимание, как сеть, которая в какой-то мере были, люди призывали, идите, идите, но это все призывали. Я был внутри этого, что называется, конфликта со второго дня. Все дни я туда приходил, кроме первого дня, я разговаривал с людьми. Я хочу акцентировать внимание на том, что с кем бы я ни разговаривал, никто не был против храма. Это не протест против религии, как таковое христианство и так далее. Это был просто протест против того, что с людьми не посоветовались, с людьми не поговорили. И проблема в том числе и нашего города, это отсутствие мест, где люди могли бы отдыхать, куда бы молодежь могла выйти. Мы сейчас их призываем, бросьте гаджеты, бросьте телевизор. Ну, собственно, набережная, это, наверное, главное такое место есть в городе. Это центр притяжения, куда они все время и идут, хоть как-то. Я вообще считаю, что это место сейчас будет культовым, и часть бы забора даже оставил. Пусть они приходят, пусть это будет... Как в Берлине. Да, пусть это будет какой-то парк, где можно высказывать какие-то мнения, спорить, любить друг друга, не знаю, там, обниматься, целоваться. Там, кстати, даже во время протестов люди знакомились. Да, у меня там есть фотографии. И там даже руку и сердце кто-то кому-то предлагал. Да, я фотографии делал, когда они там сидели друг у друга на коленях. Супер, молодцы, пацаны. Но, опять же, когда я говорил с молодежью, суть такова, некоторые даже и не за храм, и не за сквер. Как они говорили, им сегодня важна движуха, движ, как они говорят. А это уже наша проблема, в том числе и, как меня, наверное, относящаяся к одной из ветвей власти, что мы не смогли сегодня молодежи что-то дать, когда она выйдет на улицу. Куда-то заорганизовать. Эту бы энергию, да в мирное русло, как говорилось раньше. Массовый спорт. Ну, сейчас действительно ощущение такое, что команда «Брейк» была услышана. Стороны разошлись по разным сторонам ринга, если такие спортивные аналогии проводить. Важный вопрос, куда и как двигаться дальше. То ли будет опрос, то ли будет референдум. Опять же, если мы говорим о референдуме, это наверняка долго, это дорого. Очень много должно процедурных моментов состояться. И есть еще одна проблема, если мы говорим о таком срезе общественного мнения. Будет ли доверие результатом? Ведь вообще эта ситуация, мне кажется, во многом стала возможной именно потому, что доверие утрачено друг другу. Вот это как раз легитимность, доверие, это самый главный фактор к тому опросу, референдуму, либо к какому-то организационному организации, которая будет выявлять это общественное мнение. Вот это самое главное. Я, будем говорить, не такой уж сторонник того же референдума, потому что это действительно очень большие деньги. Это очень большая процедура, длительная по времени, которая в принципе может и не состояться. Почему? Там и подписи надо собирать, и там не должно быть помарок. Я несколько раз пытался в одном из районов нашей области организовать этот референдум. Там гораздо меньше подписей. Не получилось. Я вас уверяю, это очень сложный механизм и дорогостоящий. И нужен ли он... И потом еще на участки должны прийти не менее 50% чтобы референдум состоялся. А вопрос ведь еще в том, что провели мы этот референдум. Вот я вам честно скажу, у меня нет уверенности, что мы не вернемся к этому же скверу. Что не победит мнение на этом сквере. Сегодня мы слышали только 2, 3, 5, 6 тысяч человек, которые приходили к скверу. И диванных агитаторов. Но я знаю другую часть, я с ней встречался, и у отца Максима мы были. Это все руководители ветеранских организаций города Екатеринбурга. И такая встреча состоялась. И было их больше 35 человек. И они высказывали мнение своих ветеранских организаций, а их больше 100 тысяч у нас ветеранов. В общем, как бы ни получилось, что мы снова вернемся к исходной точке. И опять все начнется завтра. У меня нет такой уверенности, что мы не вернемся. Но если мы проведем референдум, и вот эта часть ветеранская наша проголосует за сквер, извините. Демократия большинство победила. С одной стороны да, с другой. Насколько я понимаю, референдум тоже штука рекомендательная. Можно выполнять, можно не выполнять. Это тоже и сильное, и слабое место. Нет, референдум обязательно. Опрос да. Опрос да, референдум. А референдум 100% должен. Хорошо. В мэрии сейчас собирают предложения по локациям для храма. Вы в этой процедуре сами лично поучаствуете? Да, безусловно. Или может быть уже вы предложили что-то? Ну, у меня есть предложение. Боюсь, что и студию вашу закидают помидорами и так далее. А у вас прямо одно предложение? Ну, у меня было, у меня было, у меня предложение одно. У нас есть площадь пятого года, историческое место. Его можно очень красиво перестроить. Кафедральный Богоявленский собор, который был взорван. Да, сегодня там остался фундамент. В конце концов, мы можем очень красивое место найти для памятника нашему Ильичу. А площадь переделать нигде в Европе нет, чтобы в центре города ставили машины. То есть здесь надо сделать, безусловно, трех-четырехуровневую подземную парковку. А если смотреть от мэрии, слева, безусловно, там, где стоит памятник Ленина, безусловно, там надо ставить собор Екатерины. И он будет красив, он не займет дорогу, он не займет площадь, будет очень красивый ансамбль. Но вопрос в другом, как он должен архитектурно... Ну, вот сам проект, конечно, очень важно, какой будет. Потому что я-то бы, честно говоря, за некий взгляд в будущее, в современность. То есть если мы вернемся опять к клапотной России и построим вот такой вот кособокий храм, который будет нам напоминать феодальное право в нашей стране, ну, наверное, это неправильно. Сегодня есть, будем говорить, какие-то архитектурные изиски, которые скажут, вау, вот это да, это место, это центр притяжения. Да к нам туристы потянутся, скажут, нифига они там с ума сошли, какую штуку забабахали. Есть, кстати, альтернативное предложение. Мне интересно ваше мнение относительно него. Построить храм вообще в неожиданном месте, в так называемом новом центре. В том месте, где город в ближайшие годы точно будет расти и развиваться, это Висправо-Бережный, там, где у нас универсиадский городок будет, если мы универсиаду получим, конечно же. Вот, кстати, к вопросу об устремленности в будущее, а не прошлое. Смотрите, мы с вами строим кафедральный собор имени святой Екатерины. Как говорят небесные покровительницы Екатерины. Да, он должен быть в центре города. В центре старом, в классическом, если хотите. В классическом центре он должен быть виден отовсюду. Но это кафедральный собор, это не церковь, куда люди будут приходить молиться. Это в какой-то мере праздничный храм. Это храм-праздник. Вот и все, туда каждый день ходить не надо. Но, вот когда с отцом Максимом говорили, он ведь говорил о перспективе этого храма. В обычные дни они готовы там организовать концерты. Будут выступать известные пианисты бесплатно. То есть для людей, которые туда придут, мне кажется, это будет интересно. Не каждый способен там купить билет за пять тысяч и так далее. Много мнений, разных мнений. И это касается иных альтернативных локаций для храма святой Екатерины. Компромисс возможен? Договориться можно? Или опять баррикады, разные стороны вокруг баррикады и вперед? Баррикад не будет. Я думаю, что люди договорятся. И нужно договориться. И надо всем нам понять. Еще раз говорю, это не был протест против веры. Это был протест против отсутствия в городе общественных... Но не против храма, а за сквер. Конечно, за отсутствие. И вот власть этим сейчас и должна заняться. Мы должны все силы приложить для того, чтобы организовать эти общественные пространства. Он бросил гаджет дома. Он должен выйти на улицу. Куда он пойдет? Вот он должен туда прийти. А мы уже должны ему обеспечить, не знаю, там, сальсу, танго, манго, чтобы он мог... Слушайте, но на это есть колоссальный запрос. Об этом социологи говорят. На общественное пространство. Современное, притягательное, чтобы было где гулять, проводить свободное время. Так и классно. Что сделали с вами? Мы дали власти полу. Как же этим заниматься, Вячеслав? Подождите. Как-то вот ни шатка, ни валка у нас это пресловутое озеленение идет в Екатеринбурге. Знаете, мы вот заботимся же о людях, о их будущем, о их хорошей жизни. Чтоб молодежь уезжать не хотела, кстати. Это ведь тоже важный факт. Буквально вчера у нас был доклад губернатора о итогах за исполнение работы правительства за прошлый год, за 18-й год. Если цифры перевести, обомлеете. Великолепные цифры, прибыль предприятий, потребительский рынок растет. То есть в экономике все нормально. Дефицит, профицит бюджета и так далее. Но я вопросы губернатору задавал, уважаемый Евгений Григорьевич. Но вот в этом докладе мне не хватает социологии. Потому что ведь интересен и в том числе конкретный человек. Его отзыв на то, что мы для него делаем. Он говорит, да хорошо, вы понастроили космических кораблей, уже там спутники летают. А я-то как ходил в лаптях, так и хожу. Вот обратной связи, мне кажется, она сегодня отсутствует. Чтобы каждый человек почувствовал. И сегодня народ сказал, слушайте, вот эти социальные связи между руководителями и народами, вы от них ушли. Надо восстанавливать. Путин говорит, ну идите в народ. Чего вы боитесь-то? Чего вы не ходите по дворам-то? Сказать нечего? Ну если сказать нечего, иди отсюда, слазь. Ну что, идем в народ? Я хожу. Спасибо вам большое. Я напомню, что на стенде был депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. До свидания и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...